На Ближнем Востоке начинают готовиться к окончанию Сирийской войны, во всяком случае ее масштабной фазы. Что из себя будет представлять регион в ближайшем будущем и с какими вызовами может столкнуться, подробности в нашем следующем материале. Перелом на сирийских фронтах не за горами и скоро перед нами во всей красе предстанет новый Ближний Восток, победивший фундаменталистов исламского государства. США внезапно заявили, что отказываются от требований отставки правителя Башара Асада. Президент Турции Эрдоган и новый госсекретарь США Тилерсон обсудили в Анкаре возможные действия по продолжению борьбы с исламским государством. Но масштабы противостояния будут постепенно уменьшаться. После войны Сирия уже не будет прежней. Для Израиля, например, это серьезный повод для беспокойства. С укреплением власти Асада на границе окажутся иранские войска и злейший враг Израиля Хизбалла. Здесь уверены, что шиитские боевики Ливана уже сейчас получают современное вооружение из Ирана и России через сирийскую армию. Кстати, Хизбалла тоже воюет в Сирии на стороне Асада и тоже, по всей видимости, собирается вскоре прекратить участие в войне. До сих пор Израиль свободно действовал в сирийском небе, уничтожая колонны с ракетами для Хизбаллы на пути в Ливан. Ситуация осложнилась в связи с присутствием в Сирии российских войск. Всего неделю назад, после налета неизвестных истребителей на ракетный склад к востоку от Хомса, российский МИД вызвал для беседы израильского посла в Москве. В Израиле понимают, что ключ к ситуации находится именно в России. Премьер Нетаньягу встречался с президентом Путиным уже пять раз за последние полгода. Согласно прогнозам, Израиль может согласиться на сокращение своей активности в Сирии в обмен на гарантии чистой границы. Встреча Путина с президентом Рухани в Москве тоже касала сирийского вопроса. Иран обещал все же предоставить базы для российских ВВС для окончательных ударов по противникам Асада. Поэтому каким будет новый Ближний Восток по окончании войны, прогнозировать пока рано. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро телеканала Интер.